Эффективность инвестиционной работы на Брещене – первый вопрос июньского заседания Брестского областполкома более чем актуален. Сухие цифры статистики говорят о том, что работа в этом направлении по сравнению с другими регионами ведется достаточно активно и успешно. В 2013 году было зарегистрировано 29 инвестиционных договоров на общую сумму в 2,2 трлн белорусских рублей. А в 2014 планируется завершить проект по 35 договорам наиболее успешного домоотношения областной центр в аутсайдерах Пинский район. Стоит отметить, что область неплохо выглядит на общереспубликанских показателях, мы на четвертом месте. В целом по области за 4 месяца удельный вес затрат на оборудование составил 30,1. Это немаловажный показатель, который именно говорит о качестве инвестирования. Безусловно, это несколько ниже, чем итог прошлого года, 42,4%. Но до конца года ситуация здесь также изменится. Лучшую сторону и показатель будет больше, нежели чем даже по прошлому году. Одна из основных проблем в данном вопросе – затягивание сроков. Из 178 зарегистрированных в области инвестиционных договоров по 65 были заключены дополнительные соглашения, в подавляющем большинстве предусматривающие увеличение времени их реализации. И виноваты в этом, как правило, обе стороны – и инвесторы, и представители органов власти на местах. Часто последние, вместо того, чтобы вникать в суть дела и стараться не только привлечь, но и сохранить инвестора, останавливают свою активную деятельность на этапе составления списков земель, участков или объектов, пригодных для освоения. Притом, зачастую и они требуют серьезной доработки, являясь поверхностными и непроработанными. Мы должны ответить сегодня себе на вопрос, почему Рад инвестиционных проектов мы как-то уже стали периодически относить сроки выполнения. И когда начинаешь анализировать инвестиционный проект и причину переноса, например, удлинения, был инвестиционный проект должен был исполниться в течение трех лет, просите на 3,5 года или на 4 года. И когда смотришь, какие причины переноса и почему Комитет по экономике вносит такие предложения, то причин не видно абсолютно. Еще раз хочу сказать, вот мы сегодня должны определиться, во-первых, как мы будем дальше действовать по формированию перечня, и насколько районы где-то просели здесь, как вы выражаетесь, или насколько недорабатывают они, и где-то, может быть, мы недорабатываем, в том числе, я имею в виду, Комитет по экономике, в целом обесполком. Поэтому надо отвечать на этот вопрос сегодня, в крайнем случае в решении. У большинства людей, которые не понаслышке знают о таком понятии, как советская идеология, это слово вызывает зачастую не самые приятные эмоции и ассоциации. Если 10 лет назад к идеологам, недавно ставшего суверенным белорусского государства, относились с недоверием и скептицизмом, то сегодня идеологический актив заслуженно занимает прочное место в государственной политике и доказал эффективность своих усилий по экономической и политической стабилизации общества. За это время произошла оптимизация, переоценка функций идеологической работы, осознание значимости усилий идеологии. Главными критериями оценки эффективности работы идеологической вертикали по мнению руководства страны является участие в населении политических компаний, результаты социологических опросов на предмет доверия социальных и политических институтов белорусского общества, также вовлечения людей в деятельность конструктивных общественных объединений и политических партий, а также участие населения в культурно-массовых мероприятиях. Общая национальная идея, единые ценности и цели – эти аспекты воспитывают и создают сильную нацию с будущим, страну, народ, который действительно можно назвать патриотичным. И такая сплощенность – важная составляющая экономической успешности, так как только совместные усилия дают ощутимый результат и позволяют с уверенностью смотреть завтрашний день. Именно поэтому так важна работа каждого, кто занимается развитием нашей белорусской модели идеологии. Именно поэтому здесь не может быть случайных людей или тех, кто не хочет работать на результат. Задача идеолога, который является то ли замом по этой работе руководителя, то есть он исполняет все обязанности, но там надо ему как раз выстроить эту работу через руководителя, а руководитель там самый главный идеолог. Нельзя там разделить функции, например, идеолога, вроде отделить руководителя от функции, это самый главный идеолог. Жизнь готовить идеолога, и мы должны как раз и направлять тех людей, которые имеют, во-первых, сами прекрасно работают или работали когда-то, которые, например, выходцы с этого предприятия и были на хорошем счету, они так где-то не справились, мы говорим, давайте мне направьте замом по диалоге. И вот то, что мы не должны допускать.